привет девчонки мальчишки сегодняшний ролик у нас будет еще один видео обзор семья из четырех человек украинские беженцы получили расстеление в мутаки и они для вас все сняли но хочу знаете на чем акцент сделать что люди написали мне мы вам очень благодарны мы выехали в норвегию практически по вашим роликам смотрели очень много обзоров ноги блогеров смотрели но ваши ролики наиболее вот в плане для беженцев наиболее информативные и и сняли свое жилье именно в знак благодарности я заметил знаете какую-то странную очень тенденцию что в последних роликах которые я снимаю очень много негатива девочки мальчики кто-то один напишет какой-то негативный комментарий и нет бы все это пресечь начинается найти целая ветка негатива 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 смотрите мы с вами сейчас все украинские беженцы оказались в более-менее одинаковых условиях зачем же вы друг друга едите зачем же вы друг другу пишите гадости я не пойму вам вот извне не хватает гадости вам не хватает чего-то другого не хватает адреналина если у вас накопился какой-то там негатив злость какая-то но возьмите лопату побросайте снег и не на спортзал запишитесь там побросайте грушу на моем канале вот негатива не будет я уже сотнями людей грубо говоря пачками отправляю в черный список удаляю злобные комментарии какие-то но я все это читаю мне все это не нравится давайте будем как минимум уметь говорить людям спасибо спасибо что вы сняли для нас спасибо что вы потрудились потому что ну много людей напишет наталья мы получим расселение в таком такому таки а подскажите пожалуйста какие там условия проживания а если вот будет много негатива я какому-то человеку обращаюсь снимите пожалуйста ваше жилье хочу посмотреть предыдущие ролики и комментарии какие-то там скажут а зачем мне что-то снимать чтобы я оказался в такой же ситуации что у меня на меня тоже все это выливалось я не хочу потому что очень многие пишут я готов снять жилье но я не готов быть в кадре но вы за получается дайте сами себе делайте медвежью услугу если человек говорит спасибо вам спасибо за ваш труд очень приятно то есть комментариях вы можете даже а вы в такой-то коммуне а я знаю там такое-то такое-то хорошее место я знаю там-то там-то такие проходят какие-то там но может быть курсы бесплатный язык вы что-то еще давайте будем друг другу помогать давайте покажем всему миру что мы ну дружные сплоченные а не то что мы знаете готовы друга сожрать уже но норвежцы сами говорят вы знаете вы когда приехали было какое-то одно ощущение что вот такие люди дружные сильные духом а теперь начинается разочарование и отчасти из-за того что от комментарии заходит там какой-то на реже с переводчиком все это почитал и у него волосы встают дыбом еще раз я как бы вас всех призываю давайте уважать друг друга давайте поддерживать друг друга все мои хорошие знаете как говорят имеющие уши да услышит все мои хорошие смотрите ролик который для вас люди сняли этом наложила кое-где музыку пока пока до новых встреч искренне ваша наталья чала ставьте лайки конечно же подписывайтесь на канал снимаю видео для натальи чала и для ее канала в ю тубе это наша комната в мутаке рингсакер в кому находится в городе нес или в селе не знаю как-то правильно называть мы живем четвером с родителями у нас две вот таких вот двухъярусных кровати залазить не очень удобно но ничего справляемся у нас есть балкон балкон хороший есть два вида мы их называем два телевизора то есть два окна это мы становимся здесь и смотрим как будто бы в телевизор потому что очень красивые виды меняется погода меняется вид неимоверно красиво телефон наверно этого не передаст вот еще здесь еще один наш телевизор комнату нам дали практически пустой чайники наши дали нам посуду есть нас холодильник есть нас два шкафа один для вещей другой для всякой кухонной утвари и 3 комбинированные это наши вещи с которой мы приехали стол используем как для еды так и для всяких посиделок компьютере дальше у нас есть здесь свой санузел есть душ в норвегии очень хорошая вода и как вы видите смеситель чистый его никто никогда не мыл и он все это чистый то же самое как раковина также раковину мы используем для мытья посуды в норвегии очень сильно заботятся о людях с ограниченными возможностями и поэтому практически во всех туалетах предусмотрены вот такие вот перила здесь мы сушим белье также есть здесь подогрев полу ванной и отдельно батарея электрическая и еще вот таких вот две батареи вот спасибо наталья за ее видео и я тоже ей передаю наше видео пока тремпели держи две тарелки мелких две тарелки глубоких держи вова о две кружки же нам надо есть этот кастрюля ложки вилки ножи на две персоны тут все можно назад складывать номер два опять тремпели полотенечко кухонные на вторую семью две тарелки тоже миски огромные две кружки для посуды щетка набор для кухни и ополовник и открывачка чистилка для картошки открывать консерв венчик лопатка и даже какая-то тарелочка там под низом золоточек маленький вот для макарон друшля привет это в нашем мутыке такая кухня здесь приводится хлеб хлеб норвегии очень дорогой иногда еще кинет плюшки вот уже все поразбирали здесь можно готовить каждый свой убирает моешь посуду принципе места для готовки хватает люди достаточно аккуратно и здесь скорее всего раньше был какой-то отель или пансионат потому что здесь есть столовая столовая со шведским столом это прачечная машинки хорошая хорошо стирают свеженькие bosch здесь отдельно стоят машинки для людей с болезнями кожи здесь такие тоже есть чтобы они стоят отдельно чтобы никто в них не стирал потому что мог получить заражение также есть два лифта лифт для людей с ограниченными возможностями и обычный лифт здесь темно сейчас надеюсь будет видно обычный лифт и здесь выход на паркинг то есть те кто приезжать свои машины могут приехать выгрузить вещи и на лифте подняться вверх также там нас нулевой этаж есть кабинет врача кабинет медсестры процедурный кабинет это все находится здесь мы кстати завтра идем к врачу записано ну и здесь конечно же везде есть контрацептивы лучше можно взять и бесплатно пользоваться а 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 Продолжение следует...